ДИКТАТОРА ПУТИНА Фирташ – это порождение инцеста президента Виктора Ющенко, его спарринг-партнера Виктора Януковича. Именно после Майдана 2004 года мошенник из Тернополя взял под контроль весь газ Украины. Затем он подмял под себя производство титана и удобрений, отжал на Дробанк, а в Москве ему и его помощнику Сергею Левочкину передали телеканал «Интер». После того, как в самом центре Киева в 2014 году псы кровавого диктатора Януковича расстреляли мирных людей, украинский народ ожидал, что Фирташ и Левочкин сядут в тюрьму. Вместо этого семья Левочкиных с каждым днем богатеют на глазах, а Фирташ живет в Вене в особняке Александра Шутца, спонсора австрийско-народной партии. Именно эту политическую силу возглавляет нынешний правитель горной страны канцлер Себастьян Курц, которого издание «Зак-Зак» словило на коррупционных подарках от пророссийского олигарха Фирташа. Курц 4 марта летел на личном самолете Фирташа из Тель-Авива на Эмбар Легаси 600 с регистрационным номером OEIRK. После высадки в Вене железная птица отправилась в Киев. Поражает цинизм австрийской элиты, которая скрывает у себя в стране бандита Фирташа, который является ставленником Путина. В то время, когда десятки тысяч украинцев погибли от рук российских карателей на Донбассе и Крыму, главный австрийский правитель со своей свитой развлекается с этими тварями в Вене. Редакция «Актуальной правды» несколько лет назад отправляла запрос в посольство США в Украине по поводу затягивания экстрадиции Фирташа в Америку за дачу взятки в Индии. Следует понимать, что Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности от США. И наказание кремлевских шестерок Фирташа и Левочкина также входит в этот пакет Будапештского меморандума. Но вместо этого мы видим, как Фирташ подмял под себя Австрию и коррумпировал всех высокопоставленных чиновников. Следует понимать, что после революции достоинства украинцы ожидали изменений в общественном укладе. Народ ожидал, что западные партнеры могут помочь нам побороть власть олигархов. Вместо этого они одобрили тайный сговор этой пошести, который поставили в 2014 году править вора Петра Порошенко, а в 2019 году артиста Владимира Зеленского. При этом США, Австрия, Германия, Британия и Франция закрывают глаза на то, что управлять Киевом уже второй раз Фирташ, Левочкин и их посипаки Алиев и Никонов поставили проворовавшегося Виталия Кличка. Как видим, Австрию оккупировала российская коррупция. Ставленник Кремля Фирташ полностью контролирует властные круги Вены. Интересно, хватит ли сил нашим западным партнерам остановить нашествие Путина? Кремля Фирташ